Всем привет, я доктор Евгений. Как убрать вальгус со стоп? И начинать ли нужно вообще со стоп? Нет, лучше начинать с центральной проблемки, это будет первый шейный. Частенько как раз таки сам первый шейный и вызывает двухстороннюю вальгу стоп. Если у вас односторонний завал стопы, эта проблема решается местно. Сейчас я покажу как решать и двухсторонний и односторонний вальгу стоп. Серега нам поможет. Поехали. Нам нужен первый шейный. Он располагается прямо вот здесь. Вот видите, где выйная линия, вот такой вот бугорочек здесь. Он еще прямо вот тут у человека находится. То есть вот эта вот линия нам нужна. Там располагаются короткие разгибатели шеи, как раз таки те, которые держат и затылок, и первый, и еще второй шейный позвонок и вообще формируют гироскопическую версию расположения тела в пространстве в верхней части. Поэтому что делаем? Мы руку ставим на шею и постепенно соскальзываем по ней вверх. Скальзим вверх до того момента, пока не упремся на такой вот бугорочек. Вот этот вот бугорочек и будет являться нашей целевой точкой. Этот бугорочек это отросток затылочной кости. Нам нужно чуть ниже под него встать и прямо вот по центру получается позвоночника. Если мы по нему вверх будем подниматься, мы как будто бы в ямку немножко встанем. И эту ямку нам нужно поймать таким образом, как будто мы сейчас будем крышку чайника открывать. Как Маугли Шархан упасть сорвал. Вот так же сейчас надо сделать. Встали вот сюда, нажали и как будто бы мы сейчас будем, получается, загонять немножко вовнутрь и пытаться открыть череп. Делать это нужно не со всей силы, не как Маугли с Шарханом, а достаточно комфортно. Встали и немножко как будто мы тянем вверх. Пытаемся как будто бы череп немножко с позвоночника согнать. Таким образом мы сейчас и остеопатически работаем. И таким образом мы сейчас убираем напряжение в мышц, которые держат атлант. И таким образом мы сейчас нормализуем компрессию, то есть убираем лишнее давление черепа на первый шейный позвонок. Как должен это ощутить пациент? Пациент должен ощутить вот при этом давлении даже легкое ощущение, что тепло побежало по пояснице и в ноги. А если мы еще сильнее надавим, возможно это ощущение усилится, но постепенно оно пройдет. До каких пор держим? Буквально 2-3 минуты, не больше. После этого мы также можем двумя руками с двух сторон, именно ниже вот этого вот отростка, помассировать и спросить у пациента, где ему больнее. Ну, вы даже честно уже руками нащупаете, где ему больнее. Допустим, вот здесь у моего пациента больнее. И мы просто легко массируем ту часть, которая болезненная. После этого нужно сделать немного движение в головы. Нужно откинуть голову назад и вперед. Не вся голова с шеей, а именно сам чердак, череп. То есть закидываем закив и вперед. И попросить пациента сделать это самостоятельно пару раз. Раз, два. Вот и пару раз. После этого мы уходим на стопы. А теперь поработаем задние большеберцовые мышцы. Если вальгус двухсторонний, то нужно будет так работать с двух сторон. Если вальгус односторонний, это можно делать как раз ровно на той стороне, где он есть. То есть, опять же, что делает задняя большеберцовая мышца? Она делает следующее движение. Она стопу вовнутрь закидывает. Но именно при ее подошвенном сгибании. А при тыльном сгибании это больше делает передняя большеберцовая. Нам она пока не нужна. Расслабься. Нам больше нужна задняя большеберцовая. Так вот, теперь тренируйте свои пальчики. Мы берем именно четыре пальца, находим большеберцовую кость. Вот она здесь стучит. Та самая надкостница, как ее называют. И если мы по ней чуть-чуть соскользнем, мы как раз таки в мягкие ткани провалимся. Так вот, задняя большеберцовая как раз таки вон там крепится. И нам просто немножко нужно туда проваливаться. Раз, два, три. Таким вот образом. Четыре, пять. И следить за пациентом, когда он будет соскакивать у вас с кушетки. И до тех самых пор, до середины стопы. Определяем самые неприятные точки. Встаем туда и остаемся. И в этом положении просим стопу вовнутрь и наружу. Наружу. Еще. Вовнутрь и наружу. И слушаем эти песни, которые издает нам. Задняя большеберцовая и рот вашего пациента. Ай. Бай. Ой. Ёй-ёй. И вот это все потихонечку нужно делать до тех пор, пока боль не станет меньше. Продолжайте работать. Прошло два часа. И переходим дальше на следующую точку. И таким образом мы продолжаем до тех пор, пока каждая из зон у нас не станет меньше болезненной. Предупреждаю, вы даже можете какие-нибудь хрусты услышать, когда лезете в заднюю большеберцовую мышцу. Потому что там бывают иногда спайки, которые лопаются прямо под пальцами. Повторюсь еще раз. Если двухсторонний вальгус, стопа заваленная, сначала отрабатываем первый шейный, потом с двух сторон лезем в заднюю большеберцовую. Если односторонняя, то достаточно это сделать только лишь с одной стороны. Задняя большеберцовая также ассоциирована на надпочечники. И также вы можете по обратной связи улучшить немножко гормоналку. Но это очень-очень-очень по-другому. В следующих роликах я обязательно об этом расскажу. Если все понравилось, пробуйте. Лайки ставьте. Подписка. Если нужны дополнительные вопросы в комментах, обязательно расскажу. Рад был делиться. Пользуйтесь.